В октябре прошлого года мы рассказывали о старой детской площадке, которая находится на улице Мира. Тогда жители били тревогу. Последний раз ремонт здесь проводили несколько десятков лет назад. Вследствие чего покрытие пришло в негодность, а ограждение могло упасть в любую минуту. Сейчас же возле дома номер 21 ситуация полностью поменялась. Расскажем об этом в следующем сюжете. В октябре прошлого года ситуация на этой площадке была по-настоящему плачевной. Дети сюда больше не приходили, а о том, что эта площадка именно детская, напоминали только старые ржавые ворота да сломанное баскетбольное кольцо. Жители не раз обращались в свою управляющую компанию. Там им пояснили, земля принадлежит департаменту жилья. Те же в свою очередь ссылались на отсутствие денег. И только после нашего сюжета ситуация сдвинулась с места. Пару месяцев назад здесь был старый ржавый забор, который норовил упасть в любую минуту. Сейчас же все изменилось. Здесь находится сетка, поставили корзину для игры в баскетбол и новые современные ворота для футбола. По словам местного жителя Александра Соколова, в ситуации помогла разобраться и администрация Центрального района. Работа закипела здесь в конце октября. Поменяли не только внешний вид площадки, а благородили и территорию рядом с ней. Так, вместо заросшего кустарника поставили современную игровую площадку с каруселями и качелями. Старшее же поколение может отдохнуть на лавочках рядом или позаниматься спортом на тренажерах. Мы привлекли первые, создали общественный резонанс, привлекли общественность, привлекли средства массовой информации. И на нас обратили внимание власти. Мы пошли к ним напрямую, с ними вели переговоры, и они вошли в положение, нашли средства и сделали все так, как должно быть. Обратила внимание на проблему и местная управляющая компания. По словам жителей, ее сотрудники договаривались с подрядчиками и следили за ходом работ. Такую помощь активисты решили не оставлять без внимания и поблагодарить на очередном собрании администрации Центрального района. Мне хочется выразить вам благодарность, прежде всего, как людям, которые живут и, скажем, действуют, не исходя из своих каких-то личных интересов, а из интересов группы лиц. Это действительно идет на пользу. Вот это самое главное. Поэтому тоже вам большое спасибо за то, чтобы и мы в ежедневном, еженедельном, скажем, режиме здесь с вами спорили, и там что-то доказывали друг другу. В конечном итоге мы нашли этот баланс. Теперь осталось рядом с площадкой решить вопрос с подключением фонарей, потому что сейчас, в вечернее время, здесь слишком темно. А после жители этого двора собираются залить площадку льдом и устроить настоящий каток. Также они надеются, что вскоре сюда будут приходить ребята даже с соседних улиц. Сабина Саблина, Максим Мещеряков, Вести 34.